Добрый вечер, чат-активист! Я хочу всех поздравить, всех нас поздравить с сегодняшней победой, с тем, что нас оправдали Айгулек Берды. И я хочу сказать, как мы сегодня будем вести эфир. Мы поговорим о теме материнских протестов, потом обсудим тему освобождения, оправдания Айгулек Берды и вернемся к теме нашей акции, которая посвящена 20-летию Нуратана, их съезда. И то, что мы назвали той акцией, которую мы посвятили сменяемости власти в спине президента, как использованный памперс. Хорошо ли меня слышно? Скажите, пожалуйста. Эфир мы будем вести вместе с Мухтаром Аблязовым сегодня по очереди. Давайте мы обсудим то, что происходит сегодня в стране и что это не могло не произойти. В какой-то момент где-то бы все равно, так сказать, вылилась, просочилась бы эта проблема, потому что она запущена и многие годы запущена. Мы все знаем, что положение многодетных семей, положение молодых семей, положение молодых матерей, у нас очень много одиноких матерей, положение детей в обществе катастрофическое, и что содержать ребенка не на что. Сегодня государство дает такой пакет поддержки социальной, что на него невозможно содержать, растить ребенка, а тем более многодетную семью. Мы сегодня примерно пытались посчитать. Ежемесячное пособие – это не больше двух пачек памперсов, если брать, пересчитывать на памперсы. Две пачки памперсов – это все то, что государство способно нам давать. И поэтому по всей стране сегодня всколыхнулись вот такие вот волнения, которые я называю материнскими протестами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня, наверное, все видели тех женщин, которые выступали, говорили, выкрикивали имя Назарбаева, обвиняли его, прямо обвиняли в том, что происходит с детьми, в том, что случилось с семьей, которая потеряла девочек. Понятно, что для многих людей, для большинства, особенно для тех, кто действительно поднимает детей, поднимает многодетные семьи, для них понятно, что их загнали в такую ситуацию, что невозможно поднимать в одиночку, ребёнка растить без поддержки. Для них понятно, почему огромное количество людей сегодня живут во времянках, живут на съёмных квартирах в ужасных условиях и вынуждены работать на нескольких работах одновременно, потому что ребёнка поднять очень тяжело и вырастить. У нас везде всё стало платно. Назарбаев дошёл до того, что забрал у детей даже детские обеды. И понятно, что эта тема, она очень чувствительная оказалась, очень болезненной. И по всей стране матери взволновались. Людям стало очень больно, что дело дошло до гибели, что наша бедность стала приводить к гибели наших детей. Такие темы, они не проходят просто так, они не заканчиваются в один день. Сейчас Назарбаев, видимо, кинет очень многие ресурсы, очень многие силы для того, чтобы эту тему погасить. Но мы с вами, политическая организация, мы с вами понимаем, что раз уж она выплеснулась, и выплеснулась так больно, с таким отчаянием, с такой тяжёлой утратой, эта тема просто так не пройдёт. Мы видели, сколько было слёз. Мужчины, женщины, молодые парни стояли, вытирали слёзы, потому что на это без боли, конечно, смотреть невозможно. И мы все понимаем, что вина общества в этом есть, потому что общество многие годы мирилось с таким положением дел. Многие годы мы смотрели, что огромные ресурсы расходуются на пустые проекты, и при этом не распределяются на поддержку молодых семей, не распределяются на поддержку материнства и детства. И именно сейчас это всё обострилось, потому что уровень бедности как никогда высокий в Казахстане. Такого количества бедных людей не было никогда. Мы с вами, как политическая организация, точно должны понимать, что раз в этом месте у людей так наболело, раз вот в этом месте они готовы выходить и бороться, мы должны поддержать. Почему я вот тоже вчера говорила, что надо поддерживать любой протест, и власть никого не будет останавливать. Вы сегодня видели, да, люди шли, и в Астане собирались, и в Алматы собирались, я больше чем уверена, где-то в других городах тоже очень многие люди переживают, говорят между собой, собираются, обсуждают эту тему и обсуждают её возмущённо. И понятно, что власть никого не ограничивает, потому что они сейчас не знают, как действовать, потому что они реально напуганы. Женский бунт — это совершенно не то, что может быть связано с какими-то другими темами. Самым безжалостным будет, конечно, протест женщин, потому что женщины не прощают, тем более гибель ребёнка, никогда никакая женщина не простит. И когда столь очевидно, ясно, что в гибели детей повинны государства, не успели мы отойти, даже ещё не отошли, а сидели в этом потрясении, до сих пор потрясены этим ужасом смертей этих девочек, к нам пришло известие из Казаларды, где дети задохнулись тоже в частном доме. Столько детей, столько людей сегодня в нашем государстве, которое напичканно газом, вынуждены пользоваться печками с углём, вынуждены пользоваться отвратительными условиями, где невозможно помыться, где невозможно иметь нормальные условия санитарные и так далее. И, естественно, это будет нарастать, потому что эта бедность, она тотальная, она повсеместная по всему Казахстану. Сейчас как звук? Слышно нормально? Режим ведёт серьёзную борьбу против нас, и вот везде и всюду какие-то сбои происходят. Вчера я тоже не могла со своего телефона зайти в чат. Сейчас как слышим? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, ну вот давайте я продолжу. Дело в том, что эта тема, она теперь будет постоянно в обществе, так сказать, не то что бродить, она будет кипеть, постоянно будет кипеть, потому что она не кипеть не может. Назарбаев не будет это решать, Назарбаев не будет это менять, у него для этого нет ни политических, ни никаких других возможностей. Он вынужден будет сохранять то, что сегодня у нас есть. И никакими мерами он не сможет сегодня изменить ту ситуацию, что народ тотально бездомный, тотально бедный, и дети у нас тотально обделены. Обделены нормальными условиями, хорошим питанием, хорошей одеждой, а самое главное, обделены нормальным отношением к себе. Повсеместно. Поэтому, конечно, эта тема теперь так и будет висеть, и наша с вами задача, естественно, эту тему поддерживать. Мы политическая организация, мы заинтересованы в том, чтобы к нам прибывали сторонники. Мы должны с этой темой работать, узнавать слабые места, понимать, где и как мы можем выступить, что мы можем, какие вещи мы можем развить. Как мы можем объединить людей, на этой теме, понять, как мы можем усилить наше объединение, понимая, что возмущению этому нет предела и не будет конца. И, естественно, нужно находить решение. У нас есть программа ДВК, у нас есть программа социальной поддержки матерей, у нас есть программа социальной поддержки, которая касается ежемесячной поддержки и детей, которые только родились. Наша программа отличается от того, что предлагает государство. Мы предлагаем поддержку до семи лет, а не так, как сегодня до года предлагает это делать Нурсултан Назарбайд. Наша программа значительно выше в цифрах. Это всё надо поднимать, распространять и работать с этой программой, показывать людям, в какую сторону нам важно теперь устремиться и куда нам важно объединяться и идти. Потому что решение есть и деньги в стране есть. То, что деньги в стране есть, неоднократно и постоянно Мухтар Аблязов в своих эфирах подтверждает и доказывает, что страна наша богатая и что деньги в нашей стране есть для решения всех этих проблем. И в первый же год прихода к власти демократического выбора мы сможем начать решать проблемы социальные, проблемы материнства и детства. Я хотела вас просить все материалы, которые касаются этой темы, направляйте к нам. Если где-то происходят какие-то вот такие события, которые мы можем осветить, о которых мы можем говорить, рассказывать по всей стране, давайте мы будем присылать к нам материал, мы будем это распространять. Сейчас я хотела бы дать слово Мухтару Аблязову, чтобы мы могли обсудить сегодняшнюю победу оправдания Гуля Акберды. Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Продолжение следует... Сегодня у нас хорошая новость. Вышло решение суда в Ахтаву. Айгуля Акберды оправдали, оправдали полностью. Хотя прокурор требовал пять лет ограничения ее свободы, вы прекрасно знаете, что прокурор отражает позицию Назарбаева. Они все выполняют поручения Назарбаева. Наша судебная система то же самое. Они назначаются на султан Назарбаевом. И все их решения пишутся под диктовку из Ахарды. Поэтому не благодарите судью. Я видел там, некоторые пишут, что вот судья был адекватный, внимательно слушал. Все это ерунда. В нашей стране судьи работают по команде Нурсултана Назарбаева. Накануне судебного решения вынесения приговора было ясно, что позиция Ахарды, самого личного Нурсултана Назарбаева, это дать ей пять лет ограничение свободы. И была бы ситуация у Айгулях-Берды, как у Бакизы Халеловой из Уральска. То есть у нее были бы проблемы со счетами, она не могла бы пользоваться деньгами никакими. То есть фактически статус был ее экстремиста-террориста, как у Бакизы Халеловой. И таким образом режим по сути дела обрекал бы на голодную смерть мать четверых детей и четверых ее малолетних детей. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, как боролась Айгулях-Берды. Как она отважно в суде выступала, когда уже ей грозила реальная опасность, когда она даже не знала вообще, какое решение примет судья. А судья мог, в принципе, ее и посадить, если бы была команда из Ахарды. Даже независимо от того, что прокуратура якобы просила пять лет ограничения свободы. Ее реально могли посадить. Но при этом Айгулях-Берды стояла на своем, заявила о полной поддержке программ ДВК и сказала, что она никакую вину не признает и не собиралась ни в чем раскаиваться. И это была ее позиция, которую она уже ведет месяцев, наверное, 8-9 непривно. Она ни разу не прогнулась. Она четко занимала позицию, набирала сторонников. У нее там очень много сторонников Ахтав давала прямые эфиры. Она стала очень известной публичной фигурой нашей страны. Я знаю, что многие говорят, когда мы озвучиваем о том, что надо поддерживать программы демократического выбора Казахстана, надо вместе выступать. Очень многие говорят, у меня семья, у меня дети, у меня работа и все прочее, и так далее, и так далее. И когда мы призываем на те или иные акции, выходят, к сожалению, сотни, не тысячи, не десятков тысяч. И власть, видя, что протестующих на площади выходит мало, включает механизм репрессии. И очевидно, что если бы на этих акциях и митингах было бы десятки тысяч, то власть бы сидела бы тихо, не сдавала никаких звуков и более того, выполняла бы требования протестующих. Но сейчас ситуация такова, что на акциях выходит все-таки не очень много людей. 10 мая, когда в чате у нас было более ста тысяч человек, реально на акции демократического выбора Казахстана по всей стране вышло менее тысячи человек. Это вот на самом деле как было. И вот такая позиция Айгуляк Берды и многих других, которые насмерть стоят, не сдаются, она реально приводит к тому, что многие начинают задумываться и тоже подключаться к сопротивлению против режима Нусултана Назарбаева. Хочу обратить ваше внимание, что у женщины было четверо детей. Мужа посадили, но она настойчиво стояла на своей позиции. Ни разу не прогнулась. Приходили комитетчики, убеждали, что она должна поклясться в любви Назарбаеву, что она раскаивается и что после этого все будет нормально. Но посмотрите, женщина, видя прямые угрозы своим детям, своей семье, вызвала свою мать с юга Казахстана. Она приехала, чтобы помочь ей и на случай, если Айгуля Акберды посадят в тюрьму, то именно мать Айгуля Акберды собиралась поддержать семью и ухаживать за детьми. Посмотрите, какой героизм. Героизм женщины, у которой четверо детей. Она не говорила, что у меня нет работы, что у меня не на что жить. Представьте себе, что если такое сопротивление было по всей стране, то, безусловно, режим Назарбаева сдался бы давно. Та ситуация, которая случилась в Астане, а именно пожар, когда погибли пять малолетних девочек. Сопротивление Айгуль, ваша поддержка, ваша поддержка, которая выражалась публичными постами, заявлениями, выступлениями, видеоэфирами, денежными переводами в ее поддержку, выступление нашего движения «Демократические выборы Казахстана», поддержка международных правозащитных организаций, чтобы вы понимали, на правительство Казахстана, на режим на султану Назарбаева шло неуклонное постоянное давление различных международных организаций, постоянное шло дипломатическое давление, чтобы вы не думали, что это какой-то такой процесс, случайный, все прочее. Была проделана гигантская работа, и вот, собственно, все эти обстоятельства дали тот результат, который мы сегодня с вами услышали. Именно Айгуль Акберды оправдали. Ее пример показывает, что если сопротивление делать организованным, сильным, массовым, если на акции протеста в ее поддержке вышли бы десятки тысяч людей, то режим бы давно выпустил бы не только ее, оправдал бы, но ее мужа и всех наших политических заключенных, которые сейчас находятся в тюрьме. Поэтому, уважаемые друзья, я всех нас поздравляю с этой победой. Я поздравляю Айгуль. Я очень рад, что в нашей стране есть такие героические женщины, что они дают свой такой пример, как надо стоять. Я уверен, что у нашего народа есть много сил для сопротивления режиму. Я уверен, что именно это приведет к падению режима. Именно таким образом мы добьемся мирной смены власти. Конечно, это следующая задача добиться теперь освобождения мужа Айгуль, потому что все обвинения были построены на подброшенных листовках, на фальшивых обвинениях, на обыске, который был незаконный. И если освободили от обвинения Айгуль, то автоматически, соответственно, должны освободить от обвинения ее мужа. Но мы все прекрасно понимаем, что если юридическая и судебная логика выглядит так, но в жизни это все совершенно выглядит по-другому. Режим будет сопротивляться разным способом, не исполнять свое же решение, которое логически вытекает из освобождения Айгуль от всех обвинений. Таким образом, уважаемые друзья, вы видите, если мы объеднимся, если мы активно выражаем свой протест, если наши сторонники стоят уверенно, твердо, не гнутся, если тогда наш народ поддерживает таких людей, мы в любом случае добиваемся успеха. И пример Айгуль тому подтверждение. 27 февраля состоится съезд партии Нуратан. Хотя Назарбаев несколько дней назад заявил, что никаких досрочных выборов не будет, что якобы выборы будут в 2020 году, я уже пояснял, что это ложь, и выборы не могут быть позже декабря 2019 года. Вы должны понимать, что все планы Нурсултана Назарбаева по назначению Дарьги президентом Казахстана, именно мы, демократический выбор Казахстана, каждый день своими разоблачениями, своими действиями мешаем им это сделать, мешаем, чтобы свободно и спокойно он назначил в Дарьгу на должность президента страны. 27 февраля будет 20-летие партии Нур-Атан. Три года назад, когда не было партии Нур-Атан 20 лет, а 17 лет было, вы можете увидеть в эфире, как депутаты выходили и хвалили на султана Назарбаева, что вообще Казахстана никогда не было без Назарбаева. Это он открыл и создал Казахстан. Говорили, что он вообще самый крупный борец мира, самый крутой и так далее. И вы понимаете, что на 20-летие партии Нур-Атан будет литься золотой дождь, похвал, в адрес на султана Назарбаева. Это будет происходить на фоне того, что гибнут люди. Это все будет происходить на фоне протестов матерей, которые сейчас проходят в Астане и в других городах страны. Это все будет происходить на фоне того, что он нагло ворует, как вот сегодня произошло, пришла информация, что фонд Нур-Атан Назарбаева оформил на себя Цесно-банк. Я сегодня выпускал пост и рассказал, что в этот банк государство разным путем влило несколько миллиардов долларов, свыше триллиона тенге, продлило кредиты, которые и так были на длительный срок еще дополнительно 15 лет, при том по сниженным процентным ставкам. Эти сниженные процентные ставки берет на себя, компенсирует бюджет страны. Компания государственная Казагра взяла за рубежом 1 миллиард долларов, и ревиальности из этих денег запихала как бы займы в Цесно-банк, которые продлили на 15 лет. То есть вы понимаете, какое идет субсидирование частного банка, Цесно-банка, теперь это стопроцентный владелец Нур-Султан Назарбаев. Миллиарды долларов в него впихано. В 17-м году Назарбаев 2,4 триллиона тенге влил в Казком безвозмездно. Это 8 миллиардов долларов. А затем этот банк Казком был продан Тимуру Кулебаеву за 2 тенге. То есть вы видите масштабы воровства. В один присест были съедены 8 миллиардов государственных денег. И эти активы были просто проданы Тимуру Кулебаеву за 2 тенге. Когда эта власть говорит, что денег нет на социальные проекты, что вообще ситуация с бюджетом плохая, не могут поднять зарплату учителям, врачам, нет денег вообще, вы видите, что на свои банки у Султана Назарбаева запихивает миллиарды долларов каждый год. Поэтому, чтобы вы понимали, денег в стране не то, что достаточно, их очень много, просто они миллиардами разворовываются кланом Нурсултана Назарбаева. Поэтому наша задача дискредитировать эту партию декоративную Нур-Отан. Никакого отношения она не имеет к народу, хотя называется Народная партия Нур-Отан. Все программные документы звучат так, благодаря Ель-Басы. Мы реализовываем программу Ель-Басы и так далее, и так далее. То есть никакого отношения эта партия к народу не имеет. Это партия одного человека, остальные просто изображают массовку, создают видимость партии. Поэтому наша задача разоблачить эту партию Нур-Отан. 27 февраля мы призываем вас присоединиться и участвовать в акции. Акции именно связанные с памперсами. Сейчас Жанна расскажет подробно, что мы будем делать, как мы будем действовать. Мы должны именно эту акцию провести, приурочить к съезду партии Нур-Отан. Жанна, пожалуйста, продолжите, пожалуйста. Нур-Отан. В связи с тем, что мы посвящаем эту акцию, именно призыв, наш основной месседж будет заключаться в том, что власть должна быть сменяемой. Вот эта сменяемая власть символом сменяемости власти станет наш памперс. Наш памперс не меняли 30 лет. И мы именно с этим месседжем будем выходить и показывать, что принцип сменяемости власти в Казахстане не соблюдается. Всю власть узурпировал Назарбаев, создал себе вот эти структуры, начиная от Нуратана и заканчивая всеми своими членами правительства и так далее, кого он назначает сам, единолично. И таким образом он со своей семьёй узурпировал всю власть. И отсюда мы единственные рекордсмены на всём постсоветском пространстве. И мы единственные, кто отличился несменяемостью этого режима. Признался сам Назарбаев. Он пришёл к власти ещё в коммунистические времена. И на самом деле находится у руля уже 40 лет. И можете себе представить, если в контексте нашей акции подходить и говорить про памперсы, 40 лет наша страна таскает один и тот же памперс. У руководства стоит один и тот же подгузник в лице Назарбаева. Поэтому нам нужно обязательно развернуть эту акцию таким образом, чтобы она стала запоминающейся, яркой. Чтобы в этой акции захотели принять участие все в Казахстане. И молодёжь, и старики, и матери, и отцы, и другие, кому эта акция интересна, студенты и так далее. То есть, чтобы мы могли вовлечь в эту акцию как можно больше людей. Она должна быть очень яркой и запоминающейся. Вы знаете, я наблюдаю за количеством участников в чате. Я понимаю, что наш эфир очень сильно глушит. И понимаю, что действительно на сегодняшний день демократический выбор Казахстана является большой проблемой для этого режима. И уже сейчас они думают, как же отбиться от нас, от наших акций, как это сделать таким образом, чтобы можно было действительно провести этот съезд, как они привыкли, как они любят. Так, чтобы Назарбаев просто лоснился от того, скажем так, потолка культовых речей, когда его все возносят. И чтобы мы не могли им помешать. И вот наша задача, конечно, сломить это всё и показать, насколько ничтожен этот режим. Поэтому мы и выбрали такой символ, именно памперс. И рассказывать о нём будет просто, легко. И демонстрировать его тоже будет очень просто. Если представить, что памперсы станут сегодня преследовать, то, естественно, и это тоже обернётся против режима, против репутации Назарбаева, против репутации его кабинета министров и так далее, всех тех, кто будет заниматься преследованием. Понятно, что преследовать людей за памперсы — это высшая степень абсурда. Это ещё даже более высшая, чем преследовать за голубые шарики. Но мы с вами знаем, насколько они в своём абсурде доходят, до каких вещей. Поэтому мы предлагаем эту акцию проводить, не привязывая к какому-либо месту. Сделать её массовой таким образом, чтобы по всему городу летали памперсы, и полиция не успевала их собирать. Полиция, которая будет собирать памперсы, это самый интересный будет момент. И пускай они почувствуют всю степень своего унижения. Только представьте себе, что действительно мы будем разбрасывать памперсы по всему городу. Они будут везде оставаться, и кто-то вынужден будет их убирать. И убирать их в первую очередь будет полиция, сексоты всевозможные, сотрудники КНБ. Убирать их будут всевозможные сотрудники Акиматов, отделов внутренней политики и так далее. И вот эта унизительная работа должна им достаться. И если мы ещё и грязные памперсы им принесём, пускай они этим занимаются. В этом смысл их никчемной работы. В этом смысл их абсолютно ненужной деятельности, вредной, которую они все эти годы несут в стране. Все эти годы они создают имитацию бурной деятельности и остаются совершенно бесполезными людьми и едут на плечах налогоплательщиков. Ведь именно налогоплательщики содержат громадную армию полицейских и чиновников. Я думаю, что было бы очень хорошо сделать акцию весёлой, для того, чтобы люди могли от души посмеяться. Когда народ смеётся над властью, власть действительно вообще абсолютно становится ничтожной и жалкой. Поэтому, если мы будем использовать эту акцию для того, чтобы высмеять этот режим, а мы именно так и должны действовать, высмеять его, вот эту вот отсталость, нескончаемую жадность, нескончаемые вот эти вот его глупости и так далее, то нам, конечно, всем будет проще. И нам самим будет легче участвовать в этой акции, веселее. И, естественно, нам проще будет вовлекать в это людей. Поэтому все ваши креативные идеи, они вот сейчас до 27-го числа у нас есть очень много времени. Это простая акция. Поэтому мы можем все ваши креативные идеи публиковать, реализовывать. Вы можете присылать стихи, присылать нам открытки, присылать плакаты, всевозможные проекты, как вы это видите. Мы всё это будем публиковать, распространять и доводить до как можно больше больших масс. Продолжение следует... Кому Володе хочу рассказать. Коммунальные службы не будут убирать эти памперсы, потому что всю полицию, всех секретных сотрудников КНБ, всех сотрудников Акимата выгонят на улицы, чтобы они могли ходить и там находить эти места, где эти памперсы лежат, и заставлять их убирать. Людей этих не так много. Для того, чтобы вы понимали, в каждом городе не так много этих людей. И на самом деле население в каждом городе в десятки раз гораздо больше, чем полицейских. Поэтому, естественно, затруднить это можно, особенно там, где есть места массового скопления. Но полицейские вынуждены будут убирать эти памперсы, потому что они до ужаса боятся дискредитации своего елбасы. Именно дискредитация елбасы вынудит их бежать и всё это убирать. Поэтому давайте мы не будем говорить про коммунальные службы и сейчас думать о том, что действительно это достанется делать коммунальным службам. И даже если это произойдёт, коммунальные службы, там тоже работают люди. Доверить, кстати, этим людям, которые обездолены не меньше, а если даже не больше, чем все остальные, вряд ли смогут это доверить этим людям. Потому что это тоже бунт, потому что это тоже протест. Так что вот я склоняюсь к мысли, что придётся эту грязную работу делать именно полицейским. Так же, как они таскали наши шарики, они будут таскать наши памперсы. Честно, никого в фантазиях ограничивать не хочется. Я бы всё-таки склонялась не к дворам и каким-то улицам, а именно к тем местам, где будут именно массово находиться люди. Ищите места массового скопления, тогда это будет иметь эффект. Знаете, у наших людей сейчас у каждого есть гаджет в кармане. И каждому будет весело и интересно снять этот памперс и выслать его в социальных сетях, выставить, сказать, что вот смотрите, памперсы по всему городу. Это и должно стать нашей целью. Памперсы должны быть по всей стране. Вот это должно стать нашей основной целью. Да, пускай нам придётся скупить все магазины, все вычистить прилавки и собрать памперсы по всей стране, выкупить со всех торговых точек, но это будет иметь огромнейший резонанс. Вы даже сами можете его представить. Мне не нужно вам для этого рассказывать, какой это будет успех. Нам даже можно не сомневаться. Эта бестолковая власть абсолютно тем же с путём пойдёт. Нисколько не сомневайтесь, что она это сделает. Они начнут пресекать эту акцию уже сейчас сами. Они сейчас сами начнут делать нам рекламу везде, во всех своих структурах, распространять информацию, что никто не должен выходить на акцию с памперсами. В любом случае слово памперс, подгузник, просочится где-то и будет опять мелькать, и люди опять будут задавать вопросы. Я прошу вас активно использовать WhatsApp. Просто слово памперс, высланное другу, будет уже сигналом. Мы должны сделать так, чтобы слово памперс было нарицательным, и чтобы это слово стало сигналом, символом. И когда люди будут видеть памперс, они будут понимать, что это и есть протест. В конце концов, даже если мы будем их раздавать, никто не имеет права обвинять нас в том, что мы раздаём памперсы каким-то семьям. И даже если в этот момент пойдут акции с памперсами по раздаче малоимущим или многодетным семьям, это тоже будет иметь большой смысл. Политически это будет иметь большой смысл. Мы свою акцию уже объявили. Каким способом начнут работать памперсы в стране, неважно, важно, мы её объявили. 27 числа наш выход. Всё, что сделает страна до 27 числа, ради Бога, пускай распространяют любыми способами. Наш основной выход 27 числа. Если до 27 где-то в каких-то местах будут появляться памперсы, упоминания о памперсах, мы это только будем подхватывать радостно и будем это всё распространять с иронией, со смехом, с сарказмом, как угодно. Но мы это будем подхватывать. Продолжение следует... Ну, для тех, кто не может представить, вот опять начинать надо с того, что вы оставите памперс где-то на людном месте, ещё кто-то оставит, ещё кто-то оставит, и эти памперсы начнут появляться, появляться везде, и к нам начнут поступать все эти фото, видео, материалы и так далее. Но это делать нужно. Да, нужно это делать. Да, действительно нужно оставлять эти памперсы, оставлять именно в людных местах. Те, кто хочет сделать это гуманнее, ради Бога, можно даже остановиться и сказать, вот здесь бесплатно раздают памперсы. Кому они нужны? Пускай люди приходят. Это будет понятно, что идёт акция ДВК. Поэтому каждый, кто какие методы готов использовать, тот пускай их и применяет. Но самым главным признаком акции будет памперс с лицом Назарбаева. Кто сумеет сделать такие вещи и разбросать, тот будет оставлять самые явные признаки протеста, самые явные признаки дискредитации того мероприятия, которое будет происходить 27 февраля в Астане. Нам и не нужны обязательно серьёзные акции. Мы проводили серьёзные акции, мы проводили простые акции. Вот, например, акция с нашим голубым шариком. Все тоже думали и считали, что это несерьёзно просто идти с шариком, что это как-то не то. И тем не менее шарик стал символом демократического выбора Казахстана. Наши шарики арестовывали. Именно под наши шарики выпускали абсурдные постановления о изъятии и так далее. Наши шарики расхватывали полицейские, давали за них деньги, протыкали их иголками. На наши шарики натравливали тетушек, так называемую Лигу волонтёров, которую сегодня же опять будет Джасатан, Нуратан честовать 27 числа. То есть у нас шарик, каким бы он ни был воздушным и несерьёзным, стал самым мощным орудием протеста. И до сих пор он этим орудием остаётся. До сих пор шарик голубой является символом протеста. В любое место выйдите сегодня с голубыми шарами, и вас остановит полицейский. Это о чём говорит? Это говорит только о тупости, узости понимания режима, понимаете? Узости его мышления. А мы должны как раз-таки доводить до абсурда, доводить и извращать абсолютно до полного абсурда этот режим, потому что именно этот режим реагирует на наши акции, какими бы они ни казались несерьёзными. Нашим активистам, лидерам, ячейкам надо продумать, как эти памперсы оставить именно в Нуратане. Надо продумать, каким образом мы именно в Нуратан направим основную партию памперсов в тот день, когда они будут проводить свой съезд. У нас в каждом городе есть представительство Нуратана. Если вы туда зайдёте, вы увидите, что люди сидят в дорогих офисах, у них там стоит дорогая мебель, у них у каждого есть хорошая зарплата. Туда к ним идут на поклон старики, просят их о милости, просят их помочь, просят разобраться с их проблемами. Туда идут мамочки многодетные, туда идут школьники, студенты со своими проблемами. И они эти проблемы, естественно, не решают. Они так же, как и все чиновники, так же, как и вся армия Назарбаевская, занимаются изображением бурной деятельности, проедают деньги, проедают деньги налогоплательщиков. Так вот, их красивые офисы можно украсить памперсами. Хотят они этого или нет, ждут они или не ждут. Наша задача — это сделать. Поэтому я обращаюсь к лидерам наших ячеек. Мы должны быть локомотивом протеста, и мы должны основной протест концентрировать именно в офисах Нур-Атана и там оставить основную партию памперсов. Не забывайте использовать памперс для того, чтобы сообщать о нашем канале 16.12. Обязательно напишите на обратной стороне YouTube 16.12, и тогда люди обязательно будут заглядывать в наш канал. У нас действительно идёт прирост подписчиков, у нас идёт прирост просмотров. Вчера меньше, чем за сутки наш последний новостной номер набрал 100 тысяч просмотров. И вот эта акция с памперсами, она действительно сегодня вызовет большую интерес у людей, и люди будут продолжать заходить на наш канал. Наша задача — это распространять как можно шире. Именно тогда мы получим массовое количество участников, массовое количество сторонников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочу сказать, что поскольку материнские протесты, тема детства, тема материнства, она сегодня наиболее острая. Так получилось, когда мы запланировали эту акцию, мы ещё не знали, что вдруг выплеснутся вот такие протесты. Конечно, не дай Бог, не приведи случай, чтобы такое ещё раз повторилось, чтобы наши дети погибали. Но так случилось, погибли дети, и обострилась эта тема до предела. Именно теперь, когда случилось это несчастье, естественно, весь протестный потенциал наших мамочек в наших руках. И кому как не мамочкам использовать эти памперсы, кому как не нашим мамочкам показывать этому государству их ничтожность. Государству в лице Назарбаева показывает, что он забрал у наших детей обеды, забрал у них вообще всё, абсолютно, что можно забрать. Никак не насытится, продолжает хапать. И вся его помощь сводится к двум упаковкам памперсов в месяц. Вот это вот надо будет сильно отразить, и вот именно эту прослойку общества мы должны задействовать, потому что сегодня эти люди действительно полны решимости протестовать, эти люди полны решимости добиваться целей своих, они собираются каждую неделю выходить. Наша задача их поддерживать. А мы каждую неделю тоже будем выходить с ними вместе и говорить им о том, что вскоре будет акция с памперсами. Это очень важно, вот прямо сейчас начинать продумывать, как мы можем вовлечь в наше протестное движение, в нашу акцию этих самых мамочек, чтобы показать всей стране, до чего довёл Назарбаев именно детей, матерей, молодые семьи и многодетные семьи. У нас очередные реплики о том, что никто не хочет подставлять и так далее, и тому подобное. Вот эти вот все пораженческие моменты всегда у нас появляются, когда мы начинаем какие-то акции инициировать, какие-то события инициировать, протесты и так далее. У нас всегда появляются люди вот с такими пораженческими настроениями. Я допускаю, что люди так мыслят, но я также допускаю, что вот так приходят нас автопит-тролли. Это тоже бывает, это будет происходить везде, на каждом углу. Наша задача — научиться убеждать и себя, и всех остальных в том, что мы идём в правильном направлении. Сегодня, как никто другой, нам продемонстрировала это Айгуля Кберды. Как никто другой, она боролась, она вопреки всем угрозам, страданиям и так далее, всё равно шла и отставила свои убеждения. При этом она точно и чётко знала, что ей одной придётся решать все проблемы, если её посадят, если её дети останутся одни и так далее. То есть вот эти вещи женщина отдавала себе отчёт в том, что она делает, но тем не менее она пошла до конца. Я очень сожалею, что сегодня нет у нас такого количества людей, но точно так же и я, и все вы видите, что готовность очень высокая. Огромное количество людей готовы броситься в бой. Огромное количество людей ждёт, когда сменится этот режим, когда этот режим уйдёт и перестанет мучить народ. Ещё я прошу не забывать все эти факторы, которые будут сегодня связаны с ограничением памперсов и так далее. Обязательно фиксируйте это, присылайте. Мы будем высмеивать их уже прямо сейчас. Постоянно держать в тонусе эту тему, постоянно этот информационный повод использовать, для того, чтобы как можно больше людей узнало об этой акции. Поэтому всё, что вы видите, всё, что сегодня начнёт происходить, как только власть начнёт реагировать на нас, она начнёт реагировать немедленно, вы, пожалуйста, сразу все эти вещи сообщайте и говорите. И я ещё раз хочу подчеркнуть, очень важный инструмент борьбы нам показала Айгуль Акберды, и не только Айгуль. Давайте мы это обсудим сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, когда 13 марта в прошлом году демократический выбор Казахстана Назарбаев назвал экстремистской организацией, да, у нас людей начали преследовать, и у нас начались аресты. У нас 13 марта, в этот же день, ещё до того, как признали экстремистской организацией, была арестована Акмарал Табылова. С ней вместе было арестовано двое мужчин. И я хочу вам сказать, что именно Акмарал Табылова боролась. Если эти мужчины сразу согласились сотрудничать и сразу, так сказать, сдались, потому что одного из них поместили под домашний арест. Именно он дал все показания. Я сейчас это говорю без осуждения, чтобы вы понимали, потому что я знаю, что такое давление со стороны силовых структур. Я знаю, что такое тюрьма, что такое пытки, и что такое давление психологическое, силовое, моральное и так далее. Так вот, Акмарал единственная, кто осталась и среди этих двоих мужчин и продолжала говорить о том, что она поддерживает программы ДВК и не считает преступлением поддерживать программы ДВК. Она это говорила очень долго. Помогли сломать Акмарал Табылову её родственники. Её родственники помогли её сломить. Именно родственники уговаривали её, опасаясь за её судьбу, опасаясь за её свободу, опасаясь за её жизнь и так далее. Это правильно. Всегда родственники переживают. Здесь тоже никого нельзя судить. Я рассказываю о том, как это работает. Именно родственники Акмарал Табыловой уговорили и убедили. Причём на это ушло очень много времени. Не сразу, она долго сопротивлялась. Именности даже успели вынести в отношении Акмарал Табыловой резолюцию и назвать её узником совести. Весь мир успел узнать о ней, прежде чем Акмарал сломилась, прежде чем её запугали и показали ей, что ей придётся поднимать ребёнка. Девочка была беременна на этот момент. Поднимать ребёнка в тюрьме. Естественно, первенца, молодая девочка под давлением мужа, под давлением братьев, под давлением своих близких, естественно, она сломилась и она отступила. Она дала такое же видео, как мы вчера видели, дала наша админа GTN. С трудом, с переживаниями и так далее она это видео дала, и оно прошло, и это принесло ей, скажем так, свободу. Дальше у нас тоже пошли случаи, и мы каждый раз терпели поражение, потому что каждый раз наши люди отступали и очень быстро соглашались с теми требованиями, которые им выдвигали, выдвигал режим. Но, однако, появились те, кто сопротивлялся. Вспоминайте, как стоял Алмат Жумагулов. Что только не прошёл, Алмат Жумагулов, он просидел год с лишним в тюрьме под следствием, прежде чем начались суды. Алмат Жумагулов показал свою стойкость. Алмат, Кенжибе, Кабишев, они показали и проявили характер от и до. Алмат всё время говорил о том, что он поддерживает программы ДВК, он не отступил. Это был большой, серьёзный сигнал для нас всех. И поэтому мы все должны продолжать бороться именно за Алмата Жумагулов, за Кенжибе, Кабишева. У нас в следующем был Осет Абишев. Тоже человек, который не дрогнул, тоже человек, который до конца пошёл, убеждая всех, что он не совершил никакого преступления, что это не преступление, поддерживать программы ДВК, что он не террорист, не экстремист и так далее. И он остался при своём мнении. Он не отступил, не отрёкся от своего мнения. То есть у нас появилось сопротивление. И вы видели, как сопротивлялась Бакиза Халилова. Она точно так же отстаивала до последней минуты. И даже в день приговора, точно так же, как Айгуля Кберды, она утверждала, что этот режим толкнул людей на протесты. Этот режим она обвиняла даже в тот день, когда ей выносили приговор, ровно так же, как и наша Айгуля Кберды. Дальше таких людей стало больше. Очень много людей у нас сейчас, даже сейчас в этом чате сидят, да, молчат. Но есть люди, которые, и я точно знаю, что они есть, которые сумели сохранить свои позиции, сумели сохранить свои убеждения, сумели остаться с нами и не сломаться под шквалом давления от этих властей, от режима, от силовых структур. Вот это и есть перелом, понимаете. Как только нас будет много, когда мы начнём массово выходить в прямые эфиры, когда мы начнём массово выходить на такие акции, нам не придётся спасать людей из тюрем. Тогда нас просто будут сопровождать и смотреть, чтобы эти акции не вышли там за рамки чего-то там другого. Это будет. А нас не будут больше преследовать и не будут сажать, потому что будет видеть этот режим, что нас слишком много. Сегодня вышло 10 человек, завтра 100. Когда мы объявили акцию, я не голосовал за Назарбаева, вы видели, было десятки записей, и всем дали высказаться. Обратите внимание, люди высказались и продолжают высказываться. А почему же вы не высказываетесь? Вот это я хочу спросить. Поэтому вот любой сетевой флешмоб, любую акцию абсолютно надо подхватывать и распространять, подхватывать и распространять. Тогда режим будет двигаться. Они будут отодвигаться от нас. И каждый раз они будут дольше стоять и смотреть и думать, а что с нами делать? Если люди выходят, а что с ними сделать? Ну хорошо, вышел один, одного можно заткнуть. Ну 10 вышли, 10 можно заткнуть. Ребята, вышло тысяча, прямые эфиры. Как их можно заткнуть? Как заставить их замолчать, тысячу человек? Как можно заставить замолчать 5 тысяч, 10 тысяч? Ведь нас есть столько. Ведь каждый мог вчера, допустим, встать и выйти в поддержку Айгуля Кберды, сделать прямой эфир. Не сделали же, а надо делать именно так. Когда мы так начнем делать, Айгуль делала именно так. В любую минуту, когда к ней приходил полицейский, или к ней приходили из КНБ, или ее права где-то нарушались, она выходила в прямой эфир и разоблачала этих людей. Именно поэтому она победила. Сейчас идут протесты матерей. Каждый из нас может поддержать этих женщин. Для чего это нужно? Я просто объясню. Да, это даже не акция ДВК. Это не наши протесты. Это просто женщины идут и возмущаются, плачут. Они сожалеют, им очень больно. У них сердца разрываются от мысли, что ребенок, 5 человек погибло от огня. Еще трое задохнулись. Это, конечно, любую мать будет ранить. И любая мать будет это горе разделять как свое. Понятно? Они идут и протестуют. Мужчины, да почему же вы молчите? Почему же вы не выходите в прямые эфиры? Не делайте заявлений, не поддерживайте их массово. Именно так общество взрослеет. На наши выступления смотрят и присоединяются. Смотрят и присоединяются. Таким образом распространяется это. Таким образом работает это. И каждый раз, когда будут видеть, что общество стало смелее, смелее будут становиться все остальные. Что касается акта Магнитского. Да, в этом направлении идет большая работа. И не только наша, не только со стороны казахстанских правозащитников. Такая работа идет сейчас по всему миру. Снова и снова будут применять санкции. Вот сегодня американцы опять заявили о том, что Конгресс подписал очередной пакет акций, ой, санкций против России, тех стран, которые участвовали в поддержке Асада. Поэтому и так, и так, в любом случае давление на деньги, на капиталы воровские растет. Вот вы все знаете, что токсичные деньги до Регины Зарбаевой, вот она уже прошло, истекает ее срок, когда она должна была отчитаться. Откуда происхождение этих 3 миллиардов долларов? Тем более, что сейчас и Америка вслед за Британией приняла закон, когда каждые 50 тысяч должны расшифровываться и объясняться, каким образом эти деньги появились у человека. Каким образом наш конгрессмен, Дарига Назарбаева может объяснить происхождение 3 миллиардов долларов? Никаким эти деньги будут конфискованы. Таким образом, международные организации тоже нам помогают. И сейчас им тоже трудно, несмотря на то, что Назарбаев выводит деньги из страны, это все бесследно никуда не может пропасть. В любом случае, эти деньги придется потом за эти деньги отвечать, куда-то их прятать, где-то они вылезут. Так или иначе, мир стал очень прозрачным. Это все равно где-то аукнется. И постоянно будут смотреть, сотрудничать с нашим режимом или нет. Вот сейчас, допустим, вот этот скандал с Даригой, он просто так не закончится. Он в любом случае будет обрастать какими-то вещами. И в любом случае, следующих тоже будут спрашивать, откуда у вас деньги. Я очень надеюсь, что швейцарские власти наконец обратят внимание на капиталы Тимура Кулебаева, Динары Назарбаевой, которые здесь, в Казахстане, зарабатывают, воруют миллиарды и выводят их в другую страну, инвестируют их в ту же самую Швейцарию и прячут их по тем же банкам швейцарским. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу вам показать, как, допустим, власть работает с этой ситуацией. Если вы обратили внимание, огромное количество общественных деятелей вдруг начали выступать с выступлениями против правительства, то есть с заявлениями в отставку правительства, в отставку Балкасымова и так далее. Артисты приобщились к этому действию, знаменитые люди там известные. Об этом пишут в газетах. Например, я такой заголовок видела. Общественные деятели Мухтар Таижана и Эльгуль Оренбек потребовали отставки правительства. Мы с вами понимаем и знаем, что правительство никаким образом не может единолично отвечать за то, что произошло. Первый сверху всегда виноват Назарбаев. То, что сейчас делают, пытаются Назарбаева, так сказать, обелить и дать какую-то жертву, которую можно действительно сегодня взять, заклеймить, кого-то уволить. Вспоминайте, как поступили с Дасаевым, когда шли земельные митинги. Точно таким же образом могут поступить и с Мадиной Абалкасымовой, так сказать, под давлением общественности. А кто эта общественность? Это вот те самые марионетки, которых сама Аккорда вырастила, и которые их сегодня публикуют во всех СМИ для того, чтобы раздуть эту тему. У вас являются пользователями социальных сетей, многие из вас общаются с людьми. Не давайте уводить от Назарбаева, так сказать, эту вину. Не давайте обелять Назарбаева. То есть в этом виноват Назарбаев. И только его вина в том, что он построил такой режим, в том, что он дал гарантии всем этим своим, так сказать, ставленникам, кого он назначил, кого он поставил управлять страной. И именно ему надо за это отвечать. Шел радостный тролль под именем Кайра Джумагулов. Радостный такой, со скобочками. Убирайте его. Это однозначно провокатор, которого прислал нам режим. И то, что этих провокаторов к нам в чат стали так часто забрасывать, опять же свидетельствует о том, что режим очень волнуется. Очень сильно волнуется по поводу того, что мы планируем. Очень сильно волнуется по поводу наших акций. Всего вам хорошего, Кайра Джумагулов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, друзья, давайте подведем итоги. У нас впереди акция. Мы о ней уже заявили. Мы начинаем широко эту акцию сейчас распространять. Мы с вами готовимся. И чем больше людей мы оповестим об этом, тем лучше, тем успешнее пройдет наша акция. Понятное дело, что мероприятие Нуратана тоже пройдет. Там-то уж точно все разрешено и все запланировано. Но наша задача подпортить им это мероприятие, как можно сильнее дискредитировать и Нуратан, и тем более в первую очередь его отца и вдохновителя, прародителя Султана Назарбаева. Поэтому 27 февраля мы берем памперсы. Желательно не один памперс, а несколько штук. Наклеиваем на него портреты Назарбаева. Пишем на обратной стороне YouTube 1612. И идем распространять это в людных местах. Кто хочет сделать другие акции, пишите. То есть с участием памперса. Кто хочет это сделать в виде благотворительности и так далее. То есть давайте будем обсуждать. Мы все это можем с вами реализовать абсолютно любую затею. Потому что сам по себе памперс, он предполагает очень много идей. И каждую из этих идей можно реализовать. Я хочу попрощаться с вами. Спасибо, что были сегодня с нами на этом эфире. Думаю, что мы продолжим завтра. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok